Привет, друзья! С вами снова Елена. И сегодня я хочу приготовить тушеные куриные мышечные желудки. Я очень люблю всякую такую вот внутренность именно куриные. И рецепт я нашла на просторах интернета. Использую, вернее готовлю его уже не первый раз. И вот хочу с вами поделиться. Желудки я помою. Обрежу с них все лишние места, где есть желчь или какой-то белый жир. Это все мы удаляем. Все жилки. Все это не нужно. Одна луковица режем ее мелким кубиком. И одна морковь трем на обычной терке. тут по вкусу. Можно луку побольше, если вы любите. Можно моркови побольше. Я использую достаточно большую морковь и достаточно крупный лук. То есть, я люблю, когда овощей много. И потом покажу вам, что будет дальше. Итак, друзья, лук я порезала, положила его на сковородку. Он добавила немножко масла. И мы его должны пассеровать. Он не должен быть золотистым. Он должен стать прозрачным. и на небольшом огне, постоянно его помешивая, доводим его до состояния прозрачности. И сейчас сразу же чуть-чуть лук схватится. И я сразу добавлю морковку. Я ее уже натерла. И буду заниматься желудками. Еще, друзья, хотела добавить, что, поскольку я буду тушить все это дело, я буду использовать кастрюлю. То есть, все ингредиенты у меня будут сначала пассероваться, потом будут складываться в кастрюльку. И уже в конце будут добавляться два секретных ингредиента. Это, собственно, сметана и сухарики. Они у меня в банке. Ну, обычные сухарики панировочные. Вообще по рецепту рецепт делается полностью весь на сковородке. То есть, сначала обжаривается лук, не обжаривается, пассируется лук, добавляется морковь, тоже пассируется, добавляются сердечки, доводятся до полуготовности. Добавляются сухарики, по-моему, 2-3 столовые ложки и сметана. И все это как бы тушится на сковородке. Но поскольку сковородка у меня с низким бортиком, а другой подобной сковородки у меня нету, оказалось, поэтому я буду тушить в кастрюльке и процесс немножко другой у меня получится. ну вот, друзья, положила, добавила морковку к луку, потому что он начал поджариваться, при этом еще не будучи готовым. То есть, он в таком состоянии еще не размягчился, а уже начал поджариваться. Поэтому добавила морковку, чтобы она дала сок и все это дело у меня пассировалось. Сейчас они размягчатся и я приступлю уже к желудочкам. Вот, друзья, извиняюсь за освещение, у нас нету маленьких ламп, надо плитой уж как есть. А на улице темнеет, поэтому стараюсь быстрее. Морковка с луком у меня уже готова. Я их переложила в кастрюльку. Здесь у меня желудочки, сейчас они еще розовые, как только станут уже более-менее такие светло-бежевого оттенка, светло-коричневые, ну, в общем, уже перестанут быть розовыми. Я их переложу сюда в морковку и добавлю сухари и сметану, поставлю на тихий огонь и буду тушить еще где-то около 40 минут. И потом, собственно, они уже готовы будут. Увидимся, когда будет готово. Кстати, сюда я добавила соль и перец из мельницы. И вот такая смесь получается, друзья, я немножко налила водички, чтобы был соус. Сейчас я ставлю вот так под крышкой на плиту на небольшой огонь. Накрываю крышкой, оставляю минут на 10-15, потом добавлю туда сухари и сметану и уже покажу готовый вариант. Итак, дорогие мои, я уже добавила сметану и 3 столовые ложки сухариков. и сейчас у меня это все будет стоять на тихоньком огоньке, чтобы чуть-чуть выпарилось по консистенции. То есть, это все достаточно жидкое. Мне нужно, чтобы оно чуть-чуть так сказать, уварилось, а сухарики, которые там, они разварились. Тем самым консистенция загустится. в таком виде оставлю минут на 10-15. сухарики.